добрый день с вами снова канал russian мерсин или русский мерсин мы давно с вами не встречались а ну потому что у нас канал информационный полезный и когда мне есть что-то вам рассказать интересно я обязательно записываю видео аренда квартиры в турции ну и на примере естественно нашего города мерсин а видео состоит из двух частей а сегодня вы увидите первую часть видео которая называется как мы выбирали квартиру для аренды а вторая часть будет о том как мы уже совершали эту сделку как мы оформляли арендную квартиру и как мы оформляли счетчики абоненты на воду и на электричество особенности сложности мы сами снимали неоднократно переезжали из квартиры в квартиры я об этом уже говорила но в этот раз сложность состояла в том что я подбирала квартиру не себе а своей родственнице именно маме и здесь конечно были свои сложности сначала мама у нас пожила немного в липарисе это комплекс липарис в карга пынары принципе эти комплексы если в чешмеле других местах они примерно одинаковые ей повезло но повезло скажем так ненадолго а ее знакомая ей сдала к твою квартиру собственную не арендную да то есть эту квартиру в которой живут обычно сами собственники которая сделана заточена под них там красивенькая мебель все убрано все чисто но такой шанс снять такую квартиру да не арендную не заточенную под аренду а именно вот домашнюю но пять процентов из ста конечно же ей понравилась эта квартира это два плюс один вы сейчас увидите небольшой краткий ролик о том что вообще такое липари что на себя представляет кухне с салоном угловой диван очень вместительный кухня с острова большой холодильник балкон вместительный вид на море вот здесь вот сразу коридор детская спальня шкаф две кровати комод санузел основной гостевой вот включаешь свет сразу включается полетри 1 дверь и вот сюда вход во вторую спальню спальню достаточно вместительный и здесь еще один чемашер балкон здесь уже вид на сады на горы и санузел спальной с душевой но ей там удалось пожить недолго буквально через несколько дней казалось что квартиру эту продали ей пришлось съехать она тоже попыталась найти через своих знакомых в этом же комплексе квартиру но как раз наткнулась на те самые квартиры которые вот именно под аренду до сдаются именно арендные у меня нету видео этой квартиры но на словах это так то есть это 1 плюс 1 малюсенькая ну спальня с одной с кроватью и где кухня салон а небольшая кухня и в той зоне где должно быть стоять кресло какая-то отдыхательная диванчик и так далее стояло две односпальные кровати вот просто такие убогенькие две односпальные кровати без спинок и так далее мама это где же я буду сидеть ну и пластиковый стол и говорят ну вот положишь подушку к стене и будешь на ней так вот сидеть ну условия конечно моя мама не ожидала и она отказалась в лепарисе а подобные квартиры даже вот такие неуютные практически без мебели по цене 30-35 евро сдавались ну может быть чуть-чуть потом на зимний период цены падали ну то есть но полный такой неадекват мне кажется в ценовой политике и поэтому мы ее забрали снова к себе и стали уже искать и другую квартиру что касается пару слов раз я уже сказала про лепарис а да это вот действительно прекрасное место для отдыха и люди которые имеют там квартиры это преимущественно такие уже взрослые предпенсионного пенсионного из-за далеко пенсионного возраста у которых это не единственная квартира и возможно не единственная квартира за границей и они сюда приезжают весной два месяца осенью два месяца великолепно загорают отдыхают купаются наслаждаются и на зиму уезжают я планирую одно а получается другое так это у нас пляж пляж принадлежащий комплексом лепарис каргапанара но это еще пригород это еще не мерсин отсюда от каргапанара до т.д. до городской черты еще минут десять наверное ехать но здесь есть зонтики шезлонги все это для кто живет лепариса бесплатно песок хороший ну вот стараются как-то прибирать но только что называется вокруг шезлонгов приберут а дальше не приберут но вот море сами видите какое относительно чистое у берега достаточно даже грязное но туда уже более тихтое ну вот здесь вот и турки и русские живут в основном это летний сезон конечно туалеты душевые переодевалки все как обычно туда вот уходит комплексы лепариса тоже в том числе и туда тоже комплексы все живут дружно весело ходят друг другу в гости и чай кофе играют картишки но в основном все живут только до ноября а в ноябре все разъезжаются почему а потому что очень холодно становится потому что стены вот такие действительно тонкие стены там уже я видела здание уже потекло местами и так далее покупки НС как ли было заходки и окна с другой стороны когда ты выходишь на площадку там нету закрытой площадки там вот открытые балконы стоят и всё вот продувается ветрами Жить, мне кажется, там зимой очень проблематично, что касается именно самого дома. Да и, ну, Каргапанаары, или возьмем, или тот же, или, ну, другие какие-то места, ну, там пустеют, пустеют и сам МОСИТЭ, пустеют, магазины многие закрываются. Не то место, чтобы зимовать там в Мерсине. Мы начали поиски квартиры для мамы, для долгосрочной аренды, да, УЗУНВДЛИ, чтобы вот надолго снять. Желательно, чтобы квартира была теплая. И, то самое главное, еще удовлетворить запросы своего любимого, дорогого человека. А это сложно. Это сложно удовлетворить не только свои, но чужого, другого человека, даже если ты его хорошо знаешь, запросы эти удовлетворить. Потому что зачастую запросы были, ну, совершенно противоречивы друг другу. И так, что в этой ситуации без просмотренности не обойтись. Мы сами изначально понимали, что нужно смотреть, смотреть, выходить, договариваться и смотреть эти квартиры, чтобы лучше понять, что тебе надо. То есть нужно посмотреть разные варианты, чтобы выбрать наиболее важные критерии. Что еще важно, отталкиваемся не только от запросов, но и от бюджета. Ну, бюджет у нас был где-то до полутора тысяч лир в месяц. То есть желательно подешевле, но вот этот предел уже нельзя было перешагивать. Изначально на сайте, вот я выбрала где-то с сайте Сахибенден, выбрала где-то 40, да, 40 вариантов разных. И стали уже, ну, на свой взгляд, и стали уже внимательно рассматривать с мамой. От чего-то она сразу отказывалась. Ей хотелось, чтобы был ламинат, а не плитка на полу. Ну, где-то видно было, что квартира сама какая-то не очень, либо место было не очень. Ну, в общем, где-то выбрали 15 вариантов, более-менее подходящих. И вот стали обзванивать риэлтором. И в итоге мы все-таки где-то посмотрели 5-6 вариантов. Значит, один из запросов было то, что хочу жить в центре. Чтобы вокруг были магазины, кафе, жизнь, насыщенный центр. Ну, и недалеко, чтобы можно было выйти погулять по набережной и так далее. Ну, естественно, Russian Mersin, что может предложить в этом случае? Естественно, Верона Шахир и Соли. Центр Мезитли, да, вот для такой вот насыщенной жизни. Если мама говорит, ну, вот зимой что там, не купаться же не будешь. Соответственно, надо где-то гулять, чтобы было вокруг интересно. Жизнь кипела. Хорошо. Подобрала я и два варианта. Верона Шахир и Соли. Местоположение, во, отлично. 10-15 минут до набережной. Прямо вот до вот этих прекрасных набережных Мезитли. А внутри, вы увидите тоже видео, фотографии. Такое ощущение, что ты находишься, ну, что-то вроде а-ля Алания. Много домов, достаточно невысоких. 5-6 этажей. Вот они вот так вот близко стоят. Больших сетей нету. Максимум, что есть, это вот огорожено заборчиком вокруг. И вот так вот балкончики к балкончику. Ну, так все вот достаточно так миленько, по-домашнему. Особенность в том, что 1 плюс 1 в достаточно новых домах, ну, которым там не больше 5-7 лет, это квартиры маленькие. Сейчас, в последнее время, да, стали строить маленькие квартиры. Раньше квартиры строили большими, теперь все-таки стали строить меньше. Особенно, если это 1 плюс 1. Мы вошли в одну такую квартирку, и мама говорит, мне, говорит, я чувствую, что меня просто сжало. Тем более, она уже привыкла вот к тем квартирам, в которых мы там живем. Она видит большие залы, большие коридоры, вот это все. И тут вот как-то все маленькое, да, компактное. Салон, 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 кучук. Ну, стены вот, толстые. Ну, вот, кровать, спальня. Моё личное мнение, что эти квартиры были именно как для командировочных. Мебель там была неплохая. Средняя цена у них 1400-1500 лир в месяц. Но, вы знаете, вот именно как вот квартирка, как для командировочных. То есть, вот так вот представить себе, что там ты будешь жить долго, продолжительный период, не очень представляется. Скорее всего, так вот для командировочных, для студентов, или вот еще для кого-то кто-то приехал в месяц, пожил и уехал. В одной такой квартире Айдат оказался 180 лир. Ну, вообще не поняли, а на что такое Айдат? Ну, в СИТе вообще нету. Ну, за лифт, за свет, ну, в среднем в таком доме небольшом обычно берут 50, ну, 70 лир. А оказалось, там есть специальная такая-то мизличка, женщина, которая убирается. Она ходит каждую неделю, обязательно все убирает. Мы говорим, ну, нам это не надо. А они говорят, нет. Это обязательно условие. Но это специально сделано для того, чтобы, ну, извините, не засрали там квартиру. Вот эти постоянные там смены арендаторов происходят. И вот, соответственно, такая вот приходит постоянно смотрящая, которая за одним убирает, за всем следит и не позволяет, скажем так, довести квартиру до крайности. Здесь хорошо. Что у нас тут есть у них? Пулашик макеноси. Сдалабы. Ну, шкаф большой. Ну, здесь лучше, так же, противно лучше. Действительно лучше, да. Ну, несмотря на то, что место вроде бы хорошее, мама почему-то не оценила. Сказала, что такие маленькие квартиры она не хочет. Что хочет она смотреть 2 плюс 1. Хотя вторая комната ей совершенно не нужна. Но в целом, когда 2 плюс 1, сама квартира больше становится. Сказала, что вот этот центр тоже не ее мечта. Да, и все-таки бы она предпочла, наверное, вот те самые районы, которые Крашен Мерсин, русский Мерсин пропагандируют для, ну, предпенсионного или пенсионного возраста, да, ТДЖ и ДВТП. Девчатки все-таки поспокойнее, где рядышком набережная и где квартирки побольше. Мама уже жила раньше, в прошлом году, в ТДЖ, в нашей квартире. И вот мы подобрала им другие варианты. Ну, кстати, интересно, с Хибинденни было отмечено место ДВТП, а по факту оказалось, когда мы стали созваниваться, это оказалось ТДЖ. ТДЖ, самый центр ТДЖ, ну, прекрасный центр. Причем комплекс оказался не новый, а старый, ну, скажем так, 25-30 лет. А в этом есть свои плюсы, безусловно, преимущество того, что, конечно, квартира просто, не просто большая, а огромная. 2 плюс 1, но выглядело, как, я не знаю, как 5 плюс 1. Так как это старый комплекс, то, конечно, там было облагоустроенное не только СИТЭ, но и вокруг СИТЭ, дороги, охрана. Все это было, сад там, прекрасное место внутри СИТЭ, где там люди сидят, там за столиками. Прямо прямой выход в бассейн, сразу прямой выход к морю, к набережной ТДЖ. Вокруг тоже, в принципе, недалеко магазины. То есть, опять же, вот, каждый раз, вот, ну, так как я уже понимаю, да, вот, уже, скажем так, хорошо уже разбираюсь все-таки в каких-то районах. Естественно, сразу же выбираешь хорошее место. СИТЭ называется Мавикент. Мавикент, ну, это отилситесе, но здесь живут люди и круглый год в том числе. Вот он стоит на таких курьих ножках, куриных ножках, но это очень хорошо, потому что внутри можно велосипед поставить и самому посидеть, видимо, на скамеечках там. Вот СИТЭ огорожено все, с охраной. Вот спортивная площадка там. И сразу выход на море. То есть, это у нас первая береговая линия. Вот на таких стульчиках сидят местные. Жители СИТЭ отдыхают. Вот шезлонги я вижу от собственного СИТЭ. Мереба. Я сниму. Камера. Камера. Йок-йок. Вон, столы, пожалуйста, можно сидеть. Вот обалденные деревья. Под ними обалденно сидеть в зной жару. Обдувает ветерок. Детская площадка. Вот такое СИТЭ внутри. И мы видим бассейн. Но бассейн в этом году заполнен только у некоторых. Люди сидят, чай, кофе пьют. По-турецки говорят. Хотя я вот уже тут встретила несколько русскоговорящих. Пока тут хожу. Ну, вот это сам пляж. Ну, неплохое. Это самый центр ТДЖ. Прямо и там и центр. Как раз там, где поворот на Полис. И там, где у нас и Мухтар сидит. И там прямо центр скопления всевозможных магазинчиков. И на дороге напротив даже есть Мигрос. А вот затыка, вот проблема, начинается с самой непосредственно квартиры. Потому что вот все, что мы просмотрели, и все, а фотографии одно, а в реальной жизни совершенно другое. То есть, они делают фотки, например, когда они начинают сдавать эту квартиру, делаются фотки. Вот там все прекрасно, там как-то и ремонт, и мебель более-менее хорошая. И вот они начинают ее сдавать, 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 а фотки остаются теми же. То есть, проходят годы, люди используют эту мебель, эту квартиру. Она, естественный износ, или бывает даже неестественный износ. И по итогу ты приходишь все поцарапанное, все побитое, порванное, зачуханное. Совершенно не соответствует тем помпезным фоткам, которые ты нашел. Вроде бы то же самое, но по факту нет. Вот это, конечно, проблема вот именно арендованных квартир. Не когда ты нашел прямо от собственника, который не за маленькие деньги отдает свою квартиру тебе. И ты в ней живешь, и там вся утро, или все по-домашнему, и все хорошо. А именно вот эти 95 квартир, которые именно сдаются в аренду изначально. Так вот, вот в этой квартире в Тедже огромнейший был салон большой, там такой же огромнейший балкон с выходом на море. Как представила, зимой бушует море, ветер, дождь, и все это прямо на первой линии. Вот в балкон, даже если балкон закрыть, но все равно. Хотя, это, конечно, Татилситесси, но опять же, Татилситесси, летние, вот эти большие комплексы, которые уже давно построены, они построены из очень качественного бетона. То есть там вот не так может быть холодно, как даже в более современных домах, которые именно вот как летние дома построены. Но такое огромное пространство, я говорю, мама, тебе не оттопить, ну просто. Ну и мы узнали, что там два года жила иранская семья, и мы понимаем, что вот эта вот зачуханная мебель, вот эта вот страшная, вот эта вся кухня, вот это все култуки, эти диваны, ванны, все это, ну, не совсем подходит для одинокой интеллигентной пенсионерки из Питера, да? То есть... Ну, она, конечно, огромная, но вот... Ну, все в садик. Все такое. Вот мраморный столик, вот стул. Не, ну ты постелишь какие-нибудь накидочки. Фырын есть. Вот это огромный-огромный балкон. Балконище. Вот вид. Из окна, с балкона. Глухово, сусловно? Глухово, сусловно. Ну, еще, не забыла, не забыла. Не забыла. Не забыла, не забыла. Девели джеки. А, ну тут нету климат. Климат, тут нету. Климат салон-да ваш. Бир, ама, иван, ики, ики, ваш. Где? Бу, климат, де ищи дек. Чему? Новый кондюр поставят. Поставят, да? Все старье. Эски, эски, чок эски. Вот еще здесь балкон. Не, ну полторы тысячи дороговато. Мы тоже начали торговаться. Кстати, торговаться можно, особенно, когда ты можешь сказать, что ты хотя бы за половину периода, то есть за половину года можешь сразу заплатить, они тогда немножечко торгуются. Но в этом сете, хотя я не очень хотела торговаться, и самое, что нас напрягло, в этом сете айдат был 250 лир. В самом вот этом объявлении не было указано айдат, потому что, может быть, мы и не поехали бы смотреть. Потому что все-таки полторы тысячи плюс айдат 250, это уже все-таки высоко уходило за бюджет. Не всегда бывает айдат в таких комплексах, вроде бы больших, но там бывает, что платят раз в год летом, да, и все, и за целый год у тебя уже уплаченный айдат, и с тебя его никто не требует. Поэтому вполне возможно была и такая ситуация. Но нам сказали нет, еще плюс 250 лир, и мы все-таки отказались тоже от этой затеи. Но и квартирка все-таки была не очень, хотя, опять же, повторюсь, место прямо центр ТДЖ. Но подобрала я еще одну квартиру. Это наш любимый всеми Томюк. Да, комплекс Асис, который торгуют наши русскоязычные риэлторы. Там некоторые активно этот комплекс продают. Ну и поговорив с риэлтором, я поняла, что в этом комплексе живут хозяева только летом, и они на зиму его сдают. Хорошо устроились, сдают, недорого. На зиму сдают, и до июня, а потом сами приезжают и живут. Потому что, опять же, это прекрасный, хороший комплекс для лета. Мы туда поехали. Я, в принципе, примерно представляла, что это за комплекс, но внутри самого до этого не была. Естественно, я внимательно все посмотрела, увидела вот такие тонюсенькие стены, в очередной раз поняв, что это все-таки комплекс летний, не зимний. И почему-то даже в 2 плюс 1 квартирах только стоит одна клима. Это была достаточно аккуратная квартира, ну потому что только что оттуда у вас ехали, я так понимаю, собственники. Мама зашла, 2 плюс 1, мама зашла в одну комнату, открыла, там стояли двухъярусные кровати, закрыла, сказала, эта комната будет закрыта. Я говорю, мама, зачем тогда тебе 2 плюс 1 переплачивать хоть чуть-чуть, но зачем? Она говорит, но все равно, спальня вроде ничего, салон, все вроде бы чистенько, хорошо, но тут ее смутило то, что стоял огромный стол на балконе, который я сказала, потом, ну, можно занести в этот салон, он говорит, ну тогда бы салон бы весь занял бы этот огромный стол. И там 2 балкона и все окна были вот этими мелкой решеткой забиты, да, то есть поставлены решетки на окнах и на балконах. И, естественно, вид, несмотря на то, что прекрасный, на комплекс, на море, вот эта решетка, да, она, конечно, весь вид убивает. Холодная вода будет? Так, это маленькая, маленькая. Клима, наверное, клима. Клима. Те клима? Как-то либо. Гардеробная. Вербалка? Вот туда, а чем машина? А, а чем машина? Это салон, диван, одна только у нас клима здесь, квартира стоит 1250, и то при условии, что мы все оплатим сразу. Так, вот же аквар, форен вар. По-моему, она тут. Так, люстра. Клима одна. И вот здесь, вот, видишь, загороджено для детей, чтобы дети... О, качелька. Качелька, это очень хорошо. Качелька хорошая. Качелька хорошая. Как отапливаться? Качелька хорошая. Как отапливаться в комнате? Сейчас, прошу. Вот море. Денис, Манзарасы. Ну и потом, несмотря на то, что опять же, место хорошее, выходишь, и магазинчик есть, и недалеко выход к морю, все там так вроде красивенько, ты понимаешь, что это все-таки тамек. Но это никакой все-таки не Мерсин. И даже туда доехать, например, 10 минут до Эрдемли, или там 20 минут до Мерсина, Мерсина. А если это центр Мерсина, то еще дольше. И ты понимаешь, что все-таки комплекс немного, несмотря на то, что в Томюке сейчас живет достаточно много русскоговорящих, комплекс все-таки немножко зимой-то вымирает. Мы уже почти согласились, но переспав с этой мыслью, на следующий день мама тоже отказалась. Тогда я взяла дело в свои руки и сказала маме, что я найду ей ту квартиру, которую посчитаю сама нужным. Ну, это не так много на самом деле вариантов, когда ты понимаешь, что тебе нужно. Нашла я квартиру в ДВЛТП, ну, прямо вот у дороги, не у моря, а у дороги. Один плюс один, и мы сразу поехали. Договорились, через пятнадцать, договорились, там вот видео, услышите, я звоню, созваниваюсь сразу с риэлтором. Сначала, ну, как я делаю, я сначала записываю телефон, пишу небольшую смс-ку, посылаю и ссылку на квартиру. И потом, если не вижу быстрой реакции, сразу перезваниваю. Мерба, Мерба, Мурат бей, м? Ага, эвет, ватсапта месеж яздым, кералик дэрэ, арıyoruz, итмиспэшил махалесиндэ. Туэбелирм? Эвет, горебелирмим бюгун? ОК, бюгун сонра, 15-20 декека, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, ну, позвонила, мы договорились, поехали на эту квартиру, это действительно прекрасное место ДВТП, рядом с парком Столетия, вот эти серебряные пески, у меня есть видео о ДВТП, обязательно посмотрите это видео, где вот как раз мы там в том числе вот ездим по ДВТП и выезжаем на пляж вот этот, и парк, вернее, парковую зону. И вот там как раз, но за дорогой мы нашли маме квартиру, мы приехали, я поняла, что сразу дом хороший, дом действительно все-таки зимний, он был, к нему подведен газ уже, уже трубы, батареи, но не подключено, то есть если захотеть, то можно его подключить, вот этот газ, потому что уже все стояло, только не было подключено, но это уже как на любителя. Сам дом теплый, стены достаточно толстые, и там не было посторонних людей, это сеты семейные, то есть там живут семьи постоянно, круглогодично. И есть еще такое видео, советы Russian Mersin, как какую квартиру выбрать, да? Так вот, как раз там соблюдаются все условия, вот в этой квартире. Во-первых, прекрасная транспортная доступность. Выходишь сразу на дорогу, ловишь маршрутку, и пожалуйста, ты можешь на одной той же маршрутке поехать в Селивке, в Ташуджу, в пригороды Мерсина, и также выйти, и сесть на любую маршрутку, на любой транспорт, и поехать в центр Мерсина. Рядом рынок, рядом недалеко магазины необходимые, то есть вот эта доступность, инфраструктура. Также перешел дорогу 10 минут, и ты в парковой зоне, да? Квартира расположена на четвертом этаже из пяти, и никак ни разу не угловая. То есть у нее со всех сторон по квартире, сверху, снизу, с боков квартиры, сзади тоже квартиры. То есть я вдруг поняла, что это очень теплая квартира на зиму будет. Даже будет жарко, мне кажется. Мебель, конечно, на картинке, как обычно, была очень хорошая, в реальности понимая, что это арендованная квартира. Там до этого жил один арендатор, и, конечно, мебель уже не очень хорошего качества. Но, что касается техники, вся техника достаточно новая, и не было только духовки. Вот, и за духовку мы сказали, что нам нужна духовка, и они пообещали нам этот фырын по-турецки предоставить. Но это я уже расскажу про эту особенность во второй части. Как правильно договариваться, если вам чего-то не хватает в квартире, что об этом нужно сразу договариваться, да, что называется, на берегу. Так что потом посмотрите вторую часть о том, как мы арендовали квартиру для мамы. Ну, мам, я бы в этом самом, на кухне все. Вот у нас вид из окна. Вот где-то из окна, и вот там вот море. А это трасса Д-400. Трасса Д-400, хорошая квартира, зря. Ничего, что это не знаю. Надо вот стены заболеть. Нет, снизу не ступать. Сейчас я спальню посмотрю. Тоже не поняла. Ну, в общем, можно будет, если что, газ подключить. Батарея есть, просто подключить газ достаточно будет. Мам, хорошая квартира. Хорошая, нет, я ничего не буду. Это лучше, чем там. Согласна. Шум, конечно, очень нанесено. Здесь не так шумно, как там. Это, понимаете, балкончик можно делать. Да? Это для сушки белья. Ну, здесь не так-то получше. Да, мам, это вообще шикарно. Только нам надо из целых взломать. Так, есть машина. Молодец, включи. Через переговор. Ну, потом будет подключать. Абонент. 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 Сиз абонент. Итак, в этой квартире в ДВЛТП было все, что необходимо для жизни, но не было уюта. Вот сейчас мама уже живет какое-то время, и там все намыло, создает там свой уют, что-то там, конечно, нужно докупить, что-то доделать, но в целом квартира, она наполняется вот вашей аурой, когда вы въезжаете, и уже становится не так дико там находиться, а более так уже приятным. Еще хочу что сказать. Вот некоторые часто пишут, ну, не часто, но пишут-то мне, и не мне, или просто я где-то вижу, зачем покупать квартиру? Лучше снимайте. Или зачем вам вообще квартира? Снимайте на долгосрочной основе. Тут нужно смотреть. Во-первых, есть ли у вас на руках деньги, да? То есть, есть ли у вас много денег, и вообще столько много, что вы можете даже не париться, то, наверное, да. Можно и арендовать, и одну квартиру, и потом другую арендовать, выбирать себе. И вы знаете, что если вы захотите купить, у вас все равно эти деньги будут. Не страшно. Но вот если у вас сумма ограниченная, и она уже у вас на руках, то за год, когда вы снимаете, с вашей суммой вот этих денег может произойти что угодно. Давайте разграничим. Вы сняли квартиру на месяц, чтобы лучше узнать микрорайоны и выбрать себе квартиру для покупки. Это одно, это правильно. И совсем другое, если вы вот снимаете на год. Вот за этот год вы отдали чужому человеку 200 тысяч рублей, к примеру, да, постороннему дядю, обогатили его. За это время вы живете в квартире, зачастую в 95 случаях, в арендованной квартире не лучшего качества, с мебелью не лучшего качества. Мы сейчас говорим именно о квартирах с мебелью, потому что, естественно, есть другой вариант, когда вы берете голую квартиру. Так вот, вам приходится постоянно идти на компромисс с собой, да, то есть вам нужна клима еще одна, вы ее не купите. Ну а куда вы ее денете? Вам нужно там, вам неудобно сидеть в этих креслах и на диванах, но вам приходится с этим мириться. Вам не нравится ремонт в этой квартире, вам опять приходится мириться. Каково у вас будет ощущение? Это практически год, прожитый впустую. За это время с вашими финансами могут случиться тоже разные недоразумения. Инфляция съедает деньги, неизбежно дорожает недвижимость. Если у вас деньги лежат в банке, с банком может что-то произойти. Или просто банк. Да десятки случаев может заблокировать вам счет по любой причине, понимаете? Если у вас деньги не на банке, не в банке, а в наличке, извините, пожалуйста, вас могут обворовать или еще что-то может случиться, да. То есть когда средств действительно ограничено, да, вот для покупки квартиры, то мне кажется, а вы уже настроены, то мне кажется, что вот этот съем на длинный период, он, ну, не совсем уместен. Другое дело, когда у вас нет этих финансов, и у вас есть только возможность переехать и снимать. Тогда да. Но здесь другой, другой вариант, да. То, что происходит в Европе, в Америке и в Турции в том числе. Турки, они, когда снимают квартиру, они снимают пустую квартиру, без мебели преимущественно. С мебелью снимают квартиру только если на короткий срок нужно поснимать, да. А когда на длительный срок выбирают новую, отремонтированную, хорошую квартиру и туда приводят свою мебель. Либо заново что-то покупают, либо переводят с другой своей квартиры. И все, и мебель, и техника. Ну, а встроенные шкафы и кухня, вот это сами шкафы кухонные, как, впрочем, и ванная вся мебель, да, она всегда прилагается в турецких квартирах, да, на это деньги тратить не надо. И получается, что тебе нужно поставить элементарно свою кровать, свои диваны, свой стол и технику купить. И для первого начального, да, вложения этого достаточно. И дальше ты живешь. И тебе все нравится в этой квартире, и потому что там твоя мебель, а новая не новая, но она твоя. Да, и это совершенно другой расклад, чем когда ты арендуешь чужую квартиру, именно вот заточенную под аренду. Ну, как обычно, Russian Mersin говорит, что это выбор за вами. Снимать вам, не снимать, снимать пустую или снимать квартиру с мебелью. Потому что, естественно, если вы просто хотите поснимать и уехать потом, то покупать мебель тоже не имеет смысла. Но прожить в квартире, в которой ни мебель, ни техника вам не нравится, и все старое, и сгнившее, тоже еще тот вариант, я вам скажу, не очень. Во второй части смотрите обязательно нас. Я расскажу, через что я прошла, подключая, как подключить воду, как подключить электричество, как оформить правильно договор аренды. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Ставьте лайки нам. Всего хорошего. Хош Чакал. Пока-пока.